С начала 2016 года в Гострою жилнадзор поступило 144 жалобы от жителей округа на работу управляющих компаний. По обращениям граждан было проведено 160 проверок, которые стали поводом для наложения штрафов. Общая сумма составила свыше 6 миллионов рублей. Несмотря на принимаемые меры, количество жалоб от жителей города не уменьшается, причем все чаще они публикуются в социальных сетях. Эти фотографии были размещены в одной из популярных групп социальной сети ВКонтакте. Около детской площадки на улице Меньшикова 8Б обнаружились дыры. Автор сообщения выложил фотографии и предупредил жителей квартала об опасном участке. Параллельно обратился в управляющую компанию по КТС и Чистый город. В скором времени дыра была засыпана, в чем убедилась наша съемочная группа, побывав на детской площадке. Это одна из немногих проблем, на которую оперативно отреагировала управляющая компания. Зачастую жалобы жителей так и остаются без ответа. Им приходится обращаться в администрацию округа. На брифинге с журналистами Игорь Кошин рассказал, что через страницу ВКонтакте к нему приходят жалобы на качество воды, состояние подъездов, детских площадок во дворах. Вот есть вопрос, управляющая компания не реагирует. Действия следующие. Заявление в строй нашу инспекцию. Инспекция, если в плане проверки этого мероприятия нет, обращается запрос в прокуратуру. Это уже внутреннее дело инспекции. Дальше выходит, проверяет, составляет необходимый акт. У управляйки либо организации получают предупреждение. Какое-то количество предупреждений, лицензия, до свидания. В роли контролирующей организации выступает Государственная инспекция строительного и жилищного надзора. Ведомство имеет право проводить проверки деятельности компании, накладывать штраф и лишать управляющую компанию лицензии. С начала 2016 года в Гострою жилнадзор поступило 144 жалобы от жителей округа. На управляющие компании были наложены штрафы в общем объеме свыше 6 миллионов рублей. Сегодня минимальный штраф составляет 250 тысяч рублей. Мы, конечно, не ведем политику такую, что сразу оштрафовать, потому что понимаем, что все равно регрессом это идет на жителей, эти штрафы все равно частично, управляющие компании, они живут за счет содержания. Поэтому дается время на устранение. Если не устранено нарушение, то мы, конечно, выписываем штраф. Для оперативного решения вопросов в сфере ЖКХ губернатор поручил открыть горячую линию. Она поможет принимать необходимые меры по каждому случаю некачественного оказания услуг. Жители могут звонить по телефону 2-19-33 в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Инспекторы Гострою жилнадзора примут и зарегистрируют обращение по некачественному оказанию услуг. Также жалобы можно направить по электронной почте или письмом на почтовый адрес инспекции. Валентина Чемичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север.